Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова, кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Добрый день! В этом году лето не радует нас солнечной погодой. Погожими деньками в большей степени на улице идут проливные дожди. И, конечно, наши дачники обеспокоены спасением урожая. Вот все-таки, Наталья Викторовна, неужели настолько погода влияет на растения и может даже при самом худшем раскладе, если мы поговорим сегодня о нем, привести к гибели урожая? Не, не. Ну, я бы не стала так сразу преувеличивать, потому что наши дачники, народ опытный, они могут выращивать урожай и в жаркую погоду, и в холодную. Конечно, мы привыкли с вами, что июль, август у нас жаркие месяцы. Мы с вами изнываем от жары, а в этом году, конечно, погода нас не балует жаркими деньками, мы уже по солнышку соскучились. Но я хочу немножко успокоить наших дачников. Может быть, от этого им станет легче, что растения плохо себя чувствуют и в холодную погоду, и точно так же плохо для них и жара. Поэтому, когда стояли жаркие были лето и в прошлом году, и в позапрошлом, то растения тоже было им не сладко, понимаете? Поэтому мы практически на даче ведем борьбу за урожай постоянно. При любых погодных условиях. Но, как говорится, у природы нет плохой погоды. И уже то, что у вас есть дача, невзирая на дождливую или холодную погоду, вы счастливый человек, потому что на даче и в дождливую погоду найдется, что делать. Даже если вы приехали на дачу, идет дождь, вы можете просто элементарно выспаться. Вдали от шума городского, от суеты, просто отдохнуть. А сколько работы у дачников найдется в доме, в хозяйственных постройках различных, в сараях можно навести порядок, да, поработать в теплице с полной отдачей. В теплицу мы забегаем, когда жарко, просто быстренько сделали, обработали растения, полили и выскакиваем, потому что работать в теплице все-таки трудно в жаркую погоду. А вот в такую дождливую, прохладную погоду хорошо работать в теплице, можно там навести порядок. И еще хочу сказать, что холодная или теплая погода очень важна для растений, плодородие почвы. Потому что если почва будет плохо удобрена, плохо обработанная, то то ли дождь на улице, то ли жарко, растения, урожай дадут очень слабый. Поэтому, конечно, в холодную погоду, вот какая в этом году у нас часто смены и перепады температур, несколько раз погода меняется в день и часто идет дождь, резкие перепады и похолодание наблюдаются, то, конечно, растения чаще всего страдают теплолюбивые. Вот хуже всего в холодную погоду растут теплолюбивые растения. Это томаты, перцы, баклажаны, огурчики наши любимые, патиссоны, кабачки. И для корнеплодов холодная погода не представляет большой опасности, они себя неплохо чувствуют. Но чаще всего наши огурцы и томаты в теплице, вот, а и даже если они у вас в открытом грунте, то мы можем им помочь, собрать урожай можем в открытом грунте этих культур. Если просто элементарно сделаем над грядками дуги, накроем или пленкой, или лутросилом, то есть спасем наши овощи от такого длительного похолодания. А самое главное, хороший нормальный уход, тогда растения наши не будут чувствовать себя такими брошенными и не будут так сильно зависеть от температуры воздуха. Но вот все-таки растения при похолодании не очень хорошо себя чувствуют. Вот почему? Почему замедляется рост? Чтобы растения были здоровы, вы должны понимать, что с ними происходит в ту или иную погоду. Но в данном случае мы говорим с вами о похолодании. Когда идут часто дожди, естественно, питательные вещества из верхнего слоя почвы, из питательного, они вымываются вниз, в глубокие слои почвы. И растениям, конечно, их оттуда достать трудно. И еще одна особенность. Когда стоит пасмурная погода, мало светит солнышко, у растений наблюдается фосфорное и калийное голодание. То есть они фосфор и калий прекращают забирать из почвы. Не могут. Они бы, может быть, и хотели, но не могут. Дело в том, что когда стоит солнышко, растения фотосинтезируют. У них идет нормальный процесс питания, они поглощают питательные вещества. Растения нормально работают, и мы кормим растения. И то, что мы даем подкорм к растениям, вся подкормка благополучно используется удачно растениям. Растения забирают из почвы питательные вещества. Когда стоит пасмурная погода, корни прекращают работать. Особенно наши теплолюбивые растения. Когда где-то 12-14 градусов, практически большинство растений перестают работать у них корни. И тогда получается, что растение, чтобы выжить, оно начинает забирать питательные вещества из поверхности листьев, из наружной поверхности растений. Корни сидят в земле, практически не работают. Значит, растение живет за счет листьев. Вот идет отток питательных веществ из листьев, из плодов, растений, чтобы выжить. В итоге листья у нас желтеют, опадают. А когда идет фосфорное и калийное голодание, то калий и фосфор не отвечают за плодообразование у растений. Значит, плохо завязываются завязи. Если не завязались, то не часто опадают. Вот это результат фосфорного и калийного голодания. Это видно еще и по листьям. Листья особенно старые. Нижние листья, они начинают краснеть, буреть. Сразу видно, что нехватка вот этих элементов. А может быть, их можно просто подкормить этими элементами? И вот как-то вот испасти эту ситуацию? Да, кормить корневую, делать подкормку бесполезно. Корни, я вам скажу, не работают. Поэтому у нас выход с вами делать некорневую подкормку. Некорневую подкормку по листьям. И тогда нужно только помнить, что вот как вы кормите, даете подкормку по корням, да, такую же подкормку вы должны дать только по листьям, но она должна быть где-то в 5-10 раз менее концентрированной. То есть вы разводите суперфосфат, калийную селитру, но вот эту концентрацию разводите где-то в 5-10 раз, чтобы не было ожога в листьях. И пульверизатором опрыскивайте листья, желательно с нижней стороны, потому что там больше всего устиц, которые сразу впитывают вот этот питательный раствор. А если плоды уже завязались, как в этом случае поступать? И плоды, да, поступать. То есть можно, да, опрыскивать, это не вредно. И по плодам, и по листьям, да. И, конечно, нужно, чтобы хотя бы 2-3 часа не было дождей. Вот выберите такой перерывчик между дождями, чтобы не смыло дождями вашу некорневую подкормку. Тогда от этого будет какой-то толк. Наталья Викторовна, каким еще болезням растения могут быть подвержены во время холодной дождливой погоды? И как с ними бороться? Ну, вы понимаете, что сейчас, когда растения уже вступили в фазу плодоношения, ни о каких химических обработках речи быть не может. Но вы зашли в теплицу, у вас фитофтора, у вас плодовый гниль томатов. Что можно сделать? Можно обработку сделать йодом, обычным йодом. Берете пузырек йода, там 10 мл, разводите в 10 литрах воды и проводите обработку растений, плодов. Это сдержит натиски фитофторы и плодовые гнили. Эту обработку нужно повторить где-то дня через 3-4. Можно обработать растения фитоспорином, биологическим препаратом. Также смотрите на перцы, чтобы не было вот этой стеблевой гнили. Когда влажно в теплице, сырость большая, очень быстро распространяется плесень, и белая, и серая. Вы берете аккуратно салфетку, или сухую, или которая обработана крепким раствором органцовки, аккуратно снимаете эту плесень со ствола и присыпаете сухой золой вот это место, где была плесень, где была гниль. Присыпали золой или толченым мелом с марганцовкой. Обработали вот эту ранку. Точно так же на огурцах, смотрите, идут болезни. И бактериоз, и антракноз, и гнили. Поэтому то же самое. Зачищайте вот эти места и обрабатывайте золой или толченым мелом. Можно обработать растения фитоспорином. Это биологический препарат, который не нанесет такого большого ущерба растениям. Но сдержит и наступление инфекции. Теперь у нас, наверное, у всех на грядках растет лук репчатый. И мы же посматриваем на него. Нужно бы его уже и немножко готовиться к уборке. А листья еще зеленые, потому что он так насытился влагой за это лето. Поэтому, ну что можно, как ему помочь быстрее вызреть? Возьмите немножечко, отгребите от каждой луковицы землю. Растворите один стакан обычной поваренной соли. В десяти литрах воды. И пролейте возле каждой луковички. Вот таким раствором почву. И дальше вот эту землю не подгребайте к луковице. Чтобы она была как можно больше открыта свежему воздуху и солнышку. Точно так же можно обработать и капусту. Раствором поваренной соли. Тоже немножечко отгребите землю от корней. Пролейте сам вилок капусты вот этим раствором. И вода попадет под корень. А потом аккуратно вот окучьте. Вот корешки прикройте. А можно, у нас страдает больше всего капуста от килы. Когда высокая влажность, в почве тоже много инфекции. И часто у нас появляется кила капусты. Сгнивает корневая система. Можно обработать калийной селитрой. Три столовые ложки калийной селитра на 10 литров воды. И пролейте свою капусту. Я думаю, что это тоже будет хорошей ей такой поддержкой в борьбе с инфекциями. И от вредителей фитоверм тоже биологический препарат. Никакой химии, никаких химических обработок. Все употребляем пищу. Поэтому в своем здоровье нужно заботиться. Наталья Викторовна, как вообще обрабатывать почву во время дождливой погоды? Когда идут часто дожди, почва, конечно, становится очень плохой. Она как бы затягивается. И плохо поступает кислород к корням. Растениям плохо дышатся. Поэтому возьмите обычные ваши вилы. И вот на грядках сделайте прокол этими вилами. Для того, чтобы был доступ кислорода к корням. А потом вы можете, если все-таки грядки, вы видите, у вас сильно намокают. Возьмите вот эту междурядь, дорожку, которая между грядками. Прокопайте ее на штык лопат. Еще углубьте ее, чтобы влага лишняя с ваших грядок уходила в междурядье, вот в эту дорожку. Вот так можно еще бороться с лишней влагой. И, конечно, сорняки, они тут как тут. Для них ни жара, ни холод. Это не препятствие. Конечно, борьба с сорняками. Потому что они выносят львиную долю питательных веществ из почвы. То, что предназначено для растений. И обычно мы часто мульчируем сорняками, которые выполнили сорняки, мы их укладываем на почву, и они выполняют роль мульчи. То сейчас, когда очень сыро, вы стараетесь вот эти сорняки собрать, разложить их, чтобы они немножко привяли. Если вы просто их там срубили мотыгой и оставили под кустом или на грядке, конечно, во влажную погоду, в сырую, они очень часто приживаются вновь. Поэтому их нужно немножечко, чтобы они увядали. И еще небольшой секрет. Когда вы пропалываете, я знаю, что пропалка – это такое дело трудоемкое, надоедливое и постоянное, и очень много сил отбирает у дачника. И я советую нашим дачникам полоть сорняки, удалять их на убывающую луну. Вы знаете, что луна – наш спутник, который оказывает большое влияние и на землю, на людей, и на растения. То есть во время убывающей луны земля наша как бы делает вдох такой, и соки все оттягиваются к корням. И когда вы тут, как тут, со своей матышкой, с перчатками, выдираете сорняк с корнем, то есть сорняки после именно пропалки на убывающую луну, им очень трудно потом дальше распространяться. Вот для себя заметьте, когда вы пропалываете растения, и я надеюсь, что этот совет вам поможет. Антония Викторовна, собраны практически все ягоды. Как мы дальше ухаживаем за кустарниками после сбора урожая? Черная смородина, красная, белая и крыжовник порадовали нас в этом году. Пусть ягоды, пусть они были, может быть, не такие сладкие, как в теплое жаркое лето, но тем не менее, я надеюсь, что урожаевы все собрали. И сейчас наши кусты, они начинают укреплять свою корневую систему и закладывать новые плодовые почки на следующее лето, чтобы нас побаловать и в следующем году урожаем. И если вы сейчас, конечно, нужно кусты подкормить, и если вы будете сейчас подкармливать их азотом или органикой, навозом, то это большая ошибка. Куст начнет мощно развиваться, начнет давать боковые побеги. Эти побеги, естественно, не успеют одревеснить к зиме, и они у вас просто вымерзнут, вы их на следующий год обрежете. Поэтому органические подкормки, подкормки азотом на кустах применять не следует. Нужно кусты кормить фосфорными и калийными удобрениями, которые способствуют закладке почек цветочных и росту корневой системы. Если дождливая погода, вы можете просто 2 ложки суперфосфата и ложку калийной селитры просто насыпать в бороздку возле корней и присыпать землю, и они растворятся. Можно развести эти удобрения и пролить растения. И кусты мы, конечно, сейчас обрезаем. Укорачиваем вот эти побеги, ветки, которые у нас уже отплодоносили, обрезаем крыжовник и черную смородину. А вот красную смородину ни в коем случае обрезать к концу веток не следует. Потому что у красной смородины закладываются на концах веток плодовые почки. И если вы укоротите и красную смородину обрежете, то вы на следующий год просто останетесь без урожая. Так что красную смородину не трогаем, только удаляем, если сухие ветки, или там, допустим, паутинный клещ поселился, или какие-то больные листочки удаляем. А вот черную смородину, крыжовник, мы обрезаем, укорачиваем им побеги. Наталья Викторовна, спасибо огромное за советы. Я надеюсь и наверняка надеются все наши телезрители, все дачники, что вторая половина августа все-таки порадует нас теплом и солнечными деньгами. И сбор урожая будет обогрет солнцем. А я хочу сказать, что на даче мы, конечно, все время находимся в таком волнительном состоянии, волнуемся за свои растения, жарко и мы за них переживаем, холодно мы тоже волнуемся, что нужно их как-то укрывать, когда им жарко, нужно поливать. И вот я, конечно, желаю нашим дачникам хорошей погоды. И вот мне попалось такое выражение. Сначала боялась, чтобы взошло. Потом, чтобы росло. Потом, чтобы не вымокло. Потом, чтобы не высохло. Наконец, закатало. Теперь боюсь, чтобы не взорвалось. А я желаю и хорошей погоды, и хороших заготовок нашим дачникам. Не бойтесь, не волнуйтесь. Все обязательно получится. Ухаживайте за своими растениями и собирайте богатый урожай. Это была программа «Грядки в порядке». Всего доброго и до свидания. Желаем удачи на вашей даче.